ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На Варваровском и Ингулецком элеваторах восстанавливали склады, которые еще были заброшены. Ну, с тех времен, как мы их покупали. Некоторые еще, правда, не до конца с механизацией мы разобрались, но подняли почти на 12 тысяч на Ингульце емкость и на 6 тысяч, ну, это 2-3 тысячных склада мы восстановили на Варваровке. Сейчас там работаем над их механизацией, но к сезону уже будут они уже 38 тысяч, тут будет 52. Вот у нас были склады, где кровли были испорчены или что-то, ну, что-то не давало их эксплуатировать. Соответственно, мы вот постепенно восстанавливаем. У нас на всех элеваторах есть такие склады еще от предних собственников оставшиеся. И восстановили кровли, полы, там, стены, где надо, поремонтировали, ворота, и, соответственно, сейчас уже они в эксплуатации. То есть, там есть моменты с механизацией, это в большей степени были склады безнижней механизации. Сейчас мы ее тоже придумываем, как ее реализовать там. Именно с точки зрения энергоэффективности, ничего мы такого особо сильного не делали в прошлом году, в позапрошлом. Это мы здесь автоматизацию внедрили на ингульце, и она там помогает что-то экономить. На самом деле, для элеватора важнее, скорее, я бы не сказал, энергоэффективность, для него важнее, чтобы было что оборачивать. Потому что, если он будет оборачивать, там, 50 тысячник будет оборачивать 10 тысяч тонн, какое бы ни было энергоэффективное оборудование, оно будет неэффективным. Ну, если у транспортера 120-метрового стоит, там, 30-киловатный двигатель, ну, на сколько мы, по-моему, на 25 в час, тут вопрос, чтобы он работал 24 часа и качал зерно, тогда, там, удельный расход электроэнергии на тонну будет незначительный. И плюс, много потребляют же сторонние потребители, админкорпусы, лаборатория и тому подобное, освещение, отопление. И одно дело, когда оно работает, там, на 60 тысяч оборота на элеваторе, а второе дело, когда оно работает на 10 тысяч оборота элеватора. Количество киловатт или метров кубических газа, неважно, тонн, пилет, оно уходит на эти 10 тысяч. И, соответственно, больше вот это играет роль. То есть, тут для такого типа элеваторов это достаточно эфемерная погоня за энергоэффективностью. То есть, угнаться надо за тем, чтобы он мог быстро принимать, быстро отгружать. И, соответственно, обеспечить ему загрузку. Вот это важнее. Большая часть инвестиций, она шла как раз в скорости всех элеваторов. То есть, это приемка, отгрузка. У нас элеваторы, кроме раздора, уже могут принимать более 3000 тонн в сутки железно. Раздор, и да, он там так сделан технологически, что там некуда поставить дополнительный подъемник или что-то еще с ним сделать. На самом деле, у нас реконструкция никогда не прекращается. Мы только в этом году полностью закончили Вольногорск реконструировать. Понимаете, всегда есть какие-то работы, аскуя организация, ремонт по электрической части, по газификациям, смены счетчиков. На элеваторах это бесконечный процесс. Руководитель элеваторного хозяйства, она всегда занят какими-то проектами. То есть, не бывает такого, что вообще нет проекта, даже в сезон. Как говорит Артем Ремпин, со средствами на реконструкцию проблем не было. Прошлый сезон для компании был удачным. В среднем у нас, кроме пришиба, все элеваторы сделали по полтора, ну, около полутора оборотов точно. Пришиб из-за того, что он большой, мы пока там где-то подтягиваемся. Я думаю, что в этом сезоне полный первый оборот не сделаем. Ну, уже просто в межсезонье такое там, вряд ли. Ну, а в следующем сезоне, думаю, что должны. Но мы очень надеемся все-таки, что погода в этом году пока способствует. Мы видим, что чуть-чуть хотя бы водный потенциал грунтового становился. Ну, в наших регионах, это была значительная проблема после прошлых двух лет. Поэтому мы надеемся все-таки на хороший урожай для наших уважаемых партнеров-фермеров. Ну, а для нас это, соответственно, большее количество возможностей для работы с этими объемами. Поэтому мы надеемся, что все будет хорошо. Мы еще пока думаем над улучшениями условий для сельхозпроизводителей на элеваторах. Но у нас пока финальной программы еще нет. Но я думаю, что где-то к маю мы уже ее... Но наверняка будут какие-то... Опять-таки какая-то интересная программа для сельхозпроизводителей будет. Каким вы видите будущий сезон? Делитесь мнениями в комментариях. Если еще не подписались на наш канал, подписывайтесь. Также смотрите другие наши видео. Ставьте лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok